так ну чё ребят привет всем привет сегодня у нас на обзоре интересный перфоратор аккумуляторный sds макс доросли доросли что доросли германия сделан нет это наш китайский завод делает там же здесь делаются здесь макс все остальные сборка идет естественно не немецкая дорого из интересных вещей что рассказывать будем что 18 вольтовый они 36 когда я не знаю не ухватывающей мощности 18 вольтовым давай так основном самый продаваемый с макс перфоратор и на скреплением sds макс а перфораторы легкого 5 килограммового класса то есть если нужно такого бура не установит основная масса продаж и может по своей статистике посмотреть следовательно тяжелая техника если мы более тяжелое это уже перебрать надо отбойник то есть это с под шестигранник hex большой смысла нет потому что здесь максик отбойник работают сделали кстати ваши красные друзья отбойник отлично 72 вольт да 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 вопрос просто просто цены покупают обычно сетевые или пневматические не смотри туда данная задача стояла какая сделать sds макс перфоратор 18 вольтовый бесщеточным двигателем с оптимальным ударным механизмом и скорость высоким крутящим моментом основной естественно покупатель который увидит наши немецкие коллеги это люди которые занимаются монтажом и установкой разнообразных климатических систем систем отопления систем энергоснабжения этим самым как он называется каким электричеством то природным электричеством возобновляемые источники то бишь это солнечный коллектор и так далее так далее у нас в россии это не так сильно развита в европе да я тебе честно скажу что будущее макс перфораторов аккумуляторных в россии пока очень такое туманное туманное смотри опять же это я понимаю что изначально все тоже скептически относились аккумуляторным болгаркам это все ой что там они то и это все тоже потихонечку развивается но в первый шаг сделали возможно через пять лет это будет норма потому что нахер эти провода я уже щас на аккумуляторный перфоратор на издс плюс с проводами смотрю уже так вот брезгливо очень потому что все уже нормальные чуваки перешли на команду напит все арты с одной стороны прав за стороны должны всегда всегда смотреть на параметр такой очень важный бабло который когда которые первую очередь и нам формируют объемы продаж объем производства это цена как изделие и естественно цена работ и цена владения почему 18 вольт он был сделан почему не 36 то не 2 по 18 тому что есть батареи платформы lhd обеспечивают и емкость и мощность насчитывает часто года десятка 5 5 8 да он создано конкретно под эти три вида батареи то есть и три емкости 5 8 10 ставить сюда четверку с на 100 можно попробовать на время работы с небольшой 8 попробуем это сделать сколько ухватит по технической части 1 техническая версия которая сейчас доступна для приобретения она идет только с механической моментной муфтой она здесь зажата 90 ньютон как у пяти килограммов еще вчерашний день дело не в этом в конце ноября начале декабря на продажу поступит вторая тех версия которая будет уже в электронике гиро они будут отличаться по мартику скорее всего ничего не будет отличаться просто я это проверю там будет срабатывать я вам рекомендую дождаться вторую версию ну просто я уже произвели то есть она уже принципе тихонечко с россией принято электронная муфта это вот то что там будет именно муфта герах копска да она будет работать но так они зальненько и граним плюсы шляпа чисто механика потому что механические перфора 2 на вас жестко настроена почему жестко настроена потому что настроена жесткая на в руки выворачивает на она настроена жестко чтобы мог клиент который пользуется перфоратором докрутить бурда из нашего бур проверну да если сделаешь и мягче у тебя будет просказывать да а защита как я уже говорил в одном из наших с тобой от снятых материалов допустим обуславливается законодательством определенных стран допустим в германии если тебя муфта вот здесь 90 ньютон ты будь любезен поставь сюда электронику просто то что сейчас у нас вот она и запатентована эта тема это смысле как электроника электронное отключение у всех немножко по-разному реализована зона на базе гироскопы настройки чувствительности этого гироскопа то есть на шуруповерте на чуть более чувствительна здесь но ситуация с гироскопом на не запатенте не запатентована или другие производители я знаю есть акселерометры стоят гироскоп стоит еще кое-кого то есть на большинство стоит акселерометр то есть он измеряет ускорение этого доволта и умом на хилти надо что первых у вторых во вторых сделано именно акселерометры первые сделали хилти у них вот он полностью остановился а доволт чтобы обойти патент они наш он просто сильно ограничивал скорость и он очень медленно догнаешь здесь будет выключаться полностью то есть ты знаешь а я говорю а почему он двигается потому что остановка полная запатентована хилти ну блин я в эти подробности не лазил я знаю что сейчас теперь ты будешь знать вторая техверсия придет он при резком рывке то есть смотрим и сверлим она заклинит гуровую мотору 25 на стене да вот резко рванул выключился сразу он выключается у меня на и хорошо поэтому ждем версию с акселерометр будете покупать в магазине проверьте так отключаться ну или нет там очень сильно рвануть на временной сымитировать именно закликнуть а это вот этот шурик который сейчас с акселерометром нет это с гироскопом тоже он был в обратную сторону нет здесь он срабатывает в отдачу вот он вправо вращается чувствительность очень высокая здесь есть так сделать он тебе будет в режиме отбойника срабатывать сделала как у нас слышала на это можно регулировать или нет нет это все вот прошел лоха в реале и мы с тобой тоже этот шуруповерт тестировали еще весной он на ходу не срабатывает сам себе того давление но тут да правильно сделан в одну сторону здесь почему твоя объясню почему в этой машине конкретно вот в этой взятой машине этого гироскопа просто то что была программа и и маленьком адреса чуруповерта она на режиме отбойника тоже тварь срабатывала долбишь ты же машину перемещаешь пространство начала срабатывать поэтому ушло время на доработку программ обеспечения а уже был анонсирован он уже поступил в продажу то есть лопайте руки да не сломаешься там руки господи челюсть на самых продаваемых перфораторах с дэксмакс стоимостью до 40 там 42 тысяч рублей нету никакой электронной защиты нет но я же пользовался тестировал мне один раз как долл я понимаю но до 40 тысяч рублей с дэксмакс техники нет электронной системы защиты не будет этот перфоратор стоит он продается только версии соло то бишь каркасом без батареи зарядных устройств большом кейсе салфеткой 42 600 нерекомендованная цена до самой низкой цена на рынке с точки зрения смотрится здесь макс он идет 8 джоулей до 86 джоулей у него да также у него есть еще ряд электронных помощников вернее тут один один а то есть это у нас вот кнопочка когда она горит он набирает максимум 450 оборотов когда мы отжимаем он набирает уже полную мощность пятьсот восемьдесят оборотов и 3000 ударов то есть начать нужно мы это покажем это чтобы было более мягкое вхождение большого диаметра даже даже двадцатки до 16 город не скакал у тебя будет по поверхности особенно когда у нас пена уже с обоими так скажем механические здесь есть ограничитель вверху большая такая клавиша она фиксирует на выключатель все эти защита под случайного включения если ты нажал нечаянно и воткнул аккумулятор да проверим потому что помнишь в одном устраните проверили такого не было может быть немецкая законодательство за это еще не жахнула блин это максовский то может быть стоять бур пик у метро пятики километрово восьмидесятый там коронка или такой нечаянно блин забыл что там нажал на кнопочку вставил и получит я убивал все твои штуки я передам нашим разработчикам что конечно тут копеечная делать обеспечения ну копеечная реально идет тем более с вас гироскоп будет а по-любому на будет и вот так вот да то есть вставляешь и к башку и отпустил программное обеспечение я передам и и вы пишите важно это или нет мы передадим нашим коллегам германии вот что касается дальнейших вещей повторюсь фиксатор от этой кнопки он работает только в режиме отбойного молотка если переключаем в режим перфоратор от кнопка не фиксируется у нас и скакивает тут металлическая тяга стоит специально и зачем он сделано чтобы в режиме продолжительной работы нельзя было стир кнопку ну уже крутится может заклинить и может намотать обычный маленький здесь плюс перфоратора счета удержишь это как говорится нет вижу безопасность это на всех петликах хвоста так честно аккумулятором сделано на бесщеточной боба линейки 5 килограмм 8 11 там электронная кнопка включения она работает нужен только в отбойнике и которую я тоже собой привез 5 килограммовые новые там кнопка тоже работает по какому же алгоритму такая же тяга стоит здесь почему поставили не электронику а тягу гадайте тут раз датчик дополнительный дополнительная прошивка денег стоит да потом весь на механику перешли двигатель стоит здесь достаточно большой он чуть чуть меньше по размеру буквально совсем чуть-чуть чем в сетевых бесщеточных конструктив меня такой же он здесь стоит открытого типа рот разве вытаскивается много здорового есть внутри и чтобы снизить вес если у сетевого бесщеточного вот это черная часть у нас здесь сделано из алюминия вода металл на десном полимерном полегче чуть-чуть все-таки на вес добавляет батарея на 900 грамм почти килограмм весит естественно диодная подсветка ну вот такая дань традициям все хотят то чтобы она была по факту если вы работаете совсем в темноте лучше поставить свет она естественно освещает направленную зону сверления скажем так не очень-то ярко и светит да хотя бы она есть рукоятка здесь нам досталось как его все наши сейчас ассортименте здесь max от нашей материнской компании она такая же рукоятка в хайкоке применяется имеет свои нюансы по установке снятию другого варианта нет здесь резиктор украинка сама прорезиненная не прорезиненная опять же этот полимер это не резина эластомер да и вот такая вот дисконструкция этот болт и хомут металлической шейки вот эта дуга если ты видишь она сделана для страховочных ремней которые у нас ассортименте я такой боюсь ты привязался к ним и так и раз нельзя уронил ник нельзя страховочный ремень крепить к себе это в россии живешь ты привязался все время прошею уронила есть такая хорошая русская поговорка да сдуру можно и что-нибудь сломать и шею поэтому ребят ну это страховочные все ремни крепятся к ограждению не знаю какому-то болту и так далее так далее ни в коем случае нельзя крепить за себя есть эта опция предусмотрена если монтаж рукоятки конечно он то здесь такой скажем интересные вот это вот конечно мне тоже не совсем так скажем нравится вот это все прицелиться вставить но других вариантов пока нет по которой была ранена sds max техник продевался сюда через патрон она здесь не проходит диаметр патрона он равен вот этому кольцу а сама шейка тоньше поэтому ручку что не поставишь к сожалению поэтому перешли на такую далее в комплекте идет металлический такой штырь как его себя называют ограничитель глубины сверления ставится отдельно если он нужен он и есть в комплекте как правило он поставляется только с 5 килограммовыми sds max перфораторами потому что на 8 килограммовым на 11 килограммов смысла в это ограничители глубины нет как правило до более тяжелых задач машина они бессмысленны салфетка которая уже был естественно тюбик смазки для буров он тоже идет комплекте с данным перфоратором и со всей нашей sds max техник что касается времени работы на батарее 10 ампер час 25 буром sds max допустим вот таким мы можем произвести сверление на глубину около 1 и 8 метра но здесь многое зависит от того какое качество бетон на более рыхлым с на больше сделаем на более жестком с большим количеством матуры меньше сделаем но это такая официальная цифра батареи с на 5 и 5 мы сделаем где-то около метра почти метр пойдем сверлить надо пойти потестировать посверлить у этого перфоратора 500 оборотов ровно в эту 580 частота ударов здесь 2900 здесь 3000 ударов вроде бы совсем такая большая критическая разница но это разница участность и это во первых но есть маленькое ограничение для данных врата насутки аккумуляторный этот сетевой и этот по массе 86 килограмма без кабеля данные весит перфоратор 7 идеи килограмма тушка батареи с 970 грамм это не получаем почти 8 килограмм пусть он где-то 600 700 грамм легче перфоратор хотя ни одного класса по сути практически на одной и же механики разница настройки только механики здесь и здесь слышал этого эксперимента следующий кто быстрее до сверлит ну тут до кончания витков а это понял витков да давай 1 2 парень арматуру зашел все они мучили в принципе вполне достаточно чтобы понять что они примерно одинаково будет где-то быстрее я просто видна максимальное усилие которые может считать на диск макс перфоратор не должен превышать 20 килограмм допустим 20 килограмм масса наоборот горюшки больше ход был еще раз дать ему дышать на издс макс техники 20 килограмм на издс плюс техники не более 10 килограмм силы прижима это нормально теперь теперь давай насквозь блок блок пройду с роковым буром это обычный издс макс бур сорок нарядовка но это же максим они у них за 2 сама цена 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 в общем наш меч думкана маклауда перегрел сюда посмотрим сколько у нас температура батареи чё 53 градуса это на 3 смотри здесь какая температура а здесь 45 46 47 внутри около больше 60 градусов батареи ушла она как будто бы села но она ушла в перегрев где поставить на зарядное устройство туда он же будет красненьким гореть вентилятор включится почему бур 40 бетон какой никого бетон реально марка м500 у нас полу это для для фундаментов для формированный бур 40 повторюсь за то есть он прошел получается практически полностью его чуть-чуть совсем не хотела сейчас пятерки добивать будет но меньше греется все пятью не отлично а ты знаешь что такое особо армировки там прямо не было две две три маленькие арматурки были тоненькие да белья на вот такая вот идет это потоньше шестерка капец и теперь я понимаю почему стоит установка кондиционера минимум 10 тысяч рублей это раз и почему алмазное сверление теперь очень сильно популярно становится на 5 рота 2 и почему буры здесь максом и ходовые это до тридцатого размера все остальное это никому не нужно почему потому что вот один им сервить легче тебе вместо одного большого отверстия по 2 магистрали конди и делаешь два маленьких по 22 24 25 просто рядом все друг с другом драма мне так и делали а у них нет алмазки а так большинство берут алмазную сороковку коронку у тебя сверление чем ее нужно нам киринда получается алмазную установку и она нет есть сухой сверление штука резы в старое есть и у многих других есть алмазные коронки длинные у тебя нужно можно и безударно гнев тебе нужно чтобы внутри пустая была под весь керн вот этот вот и у тебя перфоратор он не нужен нужна дрель мощная безударная может мы говорим о сетевых инструмент решениях да если беспроводных да где-то от выехать поле подолбить как бы да вот смотри мы дали максимальную нагрузку этому перфоратору батарейку он десятку скушал очень быстро потому что она киловаттная он потребляет в режиме такого сверления как раз около киловатт он обычно очень нагрел киловатт она сколько он на час даже не почему это 10 ампер час 10 ампер отдает час емкость указать как ток на час этот ток указан 10 ампер час энергии отдает он жрет где-то в районе 50 ампер 12 минут работы да вот мы его быстренько и скушали да она ушла перегрев надо сейчас она может и будет работать даже кстати вот но мы добивали уже 5 и 5 она меньше подвержена нагрева на 90 спокойно дает 50 для нее не сильно критично но емкость маленькая пройти можно очень тяжелая ребят работа отдает во все части в этому уважать труд других людей кто такими техникой работы тут очень на самом деле нелегко особенно когда вот так представляешь вот так сверли на стремянке дальше по поводу муфта который слилась ты видела срабатываю цифра страшно 11 раз не вывернула что-то двумя руками вот так же эту перфоратора опять же система если мы вот так ставим и заклеим он все то есть небольшой рывок он тут же включает защиты потоком есть в случае того чтобы вдруг не вывернула вот так что еще можем забрать но что она не примерно с моим механик с электрическим аккумуляторным берите ведро аккумулятора и езжать для его работу требуется один аккумулятор как правило у ребята занимаются новкой кондиционеров есть еще и фруковерт есть маленький перф у них есть как правило сейчас пошли вакуумизаторы у ротенбергера есть аккумуляторный вакуумизатор 18 вольтовый от нашей батареи то есть ты можешь весь спектр инструментов который ты выполняешь монтаж использовать на одном батарейке 18 вольт нет на перфораторный sds плюс пожалуйста ну шеемку пожалуйста на саблю пожалуйста это все совместимо дано шоуковерт она избыточного здорово и радость но нет вверх в магазине отличный мы плит прихнули поблагодарим а за то что посмотрели наш обзор на средства индивидуальной защиты от компа спасибо что посмотрели наш обзор на аккумуляторный здесь макс перфоратор метабо первый шаг в аккумуляторных перфоратор здесь макс макс макси до от компании метабо будет расширяться модель наряд нам более мощный на два аккумулятора например будущем будут но это ближайшие летом арабом потому что тут напрашивается 22 согласен мощность у него повышенность смотрите как я уже говорил ранее 50 ампером где-то потребляет приселение сороковым буром а если поставить 136 вольт в два раза токи упали и может 20 минут но с маленький момент у тебя 2 по 900 грамм не буду есть как полноценный ваши бирюзовые друзья два по 40 поставили не париться тоже по весу тяжелее это уже будет к вам тебя для работы нужно даже класс будет не килограммов ближе к 8 на уже тяжелый батареи лишь где напомню буры с макс ассортименте в магазине папа карлелос если тоже есть инструмент есть то есть выбор за вами мы вам информацию показали как что сверлить сверлить реально сороковку очень тяжело ребята то пользуются алмазными сверлением большой привет я тебе вас понимаю прекрасно пока пока а а и и и и Редактор субтитров А.Семкин